Накануне 13 сентября в России был единый день голосования. Из 9 тысяч избирательных кампаний различного уровня в 11 субъектах федерации они касались выборов депутатов законодательных органов государственной власти. В Белгородской области мы своим выбором определили состав Белгородской областной думы седьмого созыва на ближайшие пять лет. Сегодня обл. сберком официально объявил выборы состоявшимися. Все три дня голосования, включая досрочное 11 и 12 сентября, прошли в штатном режиме. К 10 часам утра было обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Всего проголосовало 669 414 избирателей. Это 54,46% от списочного числа. Это на 2% выше, чем на выборах депутатов обл. думы 2015 года. Как прокомментировали в обл. сберкоме, такая высокая активность может быть связана с трехдневным форматом голосования. У людей была возможность попросту выбрать наиболее удобное время для визита на избирательный участок. Итак, о результатах. Уже свершившийся факт. Единороссы получили наибольшее представительство в региональном парламенте. По предварительным итогам голосования по единому избирательному округу партия «Единая Россия» получила 63,95% голосов. У оппозиционных партий наибольшее число голосов у КПРФ – 13,20%. У ЛДПР – 6,58%. Преодолеть 5-процентный порог смогла и партия пенсионеров. С результатом – 5,11%. Это одно место в обл. думе. А вот три остальных участника не сумели набрать минимальный для получения мандата 5%. Хотя новая на политической арене партия «За правду» была близка – 4,24%, обойдя парламентскую партию «Справедливая Россия» и опытного участника выборных кампаний «Партию патриоты России». Что касается голосования по 25 одномандатным округам, то абсолютно везде победу одержали кандидаты от «Единой России». Завтра, 15 сентября, обл. избирком официально распределит 25 мандатов по единому избирательному округу. И мы получим поименный список депутатов областной думы 7-го созыва. Что касается процедурных моментов этой избирательной кампании и голосования в целом, сегодня на брифинге обл. избирком отметил активную работу наблюдателей. В адрес организаторов выборов территориальных комиссий обл. избиркома поступали замечания по поводу организации процесса. 66 обращений. За два дня до срочного голосования и еще 55 в единый день голосования. 13 сентября. Они касались ошибок в работе со списком избирателей и сейф-пакетами, полномочий членов участковых комиссий, размещения агитации вблизи участков. Работу с обращениями по ходу голосования сегодня прокомментировал председатель обл. избиркома Игорь Лазарев. Большая часть обращений рассмотрены, даны пояснения, устранены все нарушения, которые были на начальном этапе. Если такие возникали, их немного было, но не были. Хочу сказать, что все эти решения никак не повлияли на результат, на ход голосования, на те решения, которые будут приниматься в итоге голосования. Еще есть возможность рассмотрения тех или иных вопросов. Мы будем еще принимать решение, рассматривать все обращения, которые поступили и поступать будут в ближайшее время. И окончательные результаты выбора будут определены на заседании областной избирательной комиссии 15 сентября.